Привет всем! Сегодня хочу сделать небольшой обзор очень интересного смартфона который называется Samsung Galaxy G1 Итак, есть такая линейка смартфонов под таким названием Samsung Galaxy G1 Они представлены двумя прототипами Вот это, например, прототип старого образца аппарат еще 2015 года выпуска Есть более современный прототип 2016 Там чуть-чуть больше оперативной памяти Операционная система 5.1 Lollpop Ну и чуть-чуть мощнее процессор Но я вам скажу, что этот гаджет несмотря на то, что отстает от своего более современного собрата очень даже неплохой смартфон получился Мне нравится даже несмотря на то, что у него операционка не 5.1, а 4.4 Очень-очень прилично работает В этом видео я покажу, какие он снимает видео своей вот этой 5-мегапиксельной камерой Покажу, как он используется в качестве полноценного видеорегистратора Покажу фотографии, снятые вот этим же смартфоном Ну и попробую рассказать о его недостатках Есть такое, да И начнем как раз с камеры Что мне больше всего в нем не понравилось Итак, как я уже сказал 5-мегапиксельная камера Вот фото-вспышка есть Она же используется как подсветка для видео в темноте Камера снимает в разрешении 1200 на 720 То есть HD видео поддерживается Все это замечательно Но Ночная съемка у этого аппарата очень прихрамывает Мне даже кажется, он в принципе и не поддерживает ночное видение То есть ночной режим у него как таковой отсутствует Я сначала думал, что это упирается в операционную систему Но пришел к выводу, что далеко не все зависит от операционки Вот вам интересный пример Смотрите Вот старый смартфончик Очень-очень старый Sony Ericsson Допотопный, можно сказать Я даже не знаю, в каком году он выпущен На платформе Symbian Еще первых выпусков Я его даже бы и смартфоном не назвал Скорее Ява-телефон Смотрите, какая у него злая камера 12 мегапикселей Представляете Ну, фотографирует великолепно, я скажу Очень насыщенные фото Весят 3 мегабайта каждая фотка Но снимает в темноте просто великолепно Вот что значит камера Не всегда все упирается в операционку Я имею ввиду чувствительность в темноте Ее качество хорошее здесь Правда она HD не поддерживает Хотя с таким количеством мегапикселей Должна по идее бы Full HD тянуть Но нету этого Но в темноте даже без ночного режима тянет Вот такой аппарат Но сейчас речь не о нем Итак, минус его ночное видение Так Меня порадовал сенсор Вот у меня до этого был алкотель Что мне в нем не нравилось Если у тебя мокрая рука Мокрые пальцы Например, под дождь там попал Ты трогаешь сенсор Он не работал Не реагировал вообще И это было до того времени Пока я на него стекло защитное не наклеил Здесь качество сенсора Ну, потому что это Samsung Понимаете Не алкотель Не Fly какой-нибудь Не ширпотреб Это знаменитый бренд И оно сказалось Сенсор здесь просто великолепный Теперь, как у него работает экран Экран у него, смотрите Настолько яркий Что если даже вы попадете на солнце То Я вам скажу Видно все будет прекрасно Хороший у него экранчик От души сделанный Так Процессор у него четырехъядерный 1.2 тактовая частота Операционной памяти 760 мегабайт Немножко не хватает До гигабайта Ну да ладно Поддерживает игры Вот сейчас хочу показать вам Трехмерную игрушку Которую он тащит Тащит, тащит Очень даже неплохо Там трехмерная графика Вот Сейчас мы ее запустим Называется Римская империя Кстати, игра зашибись Я вам очень ее рекомендую На плеймаркете Можете скачать такую Не оторвешься Вот знаете С виду примитив какой-то Ну как бы А начинаешь играть Просто На час засядешь В эту игрушку начнешь Вот Так сказать Вот смотрите Вот так вот Регулируется звук Ну вот пожалуйста Ну ладно Отключили мы его Все Что можно еще рассказать Об этом смартфоне Здесь есть фронталка Два мегапикселя Ну для скайпа годится Для Видеозвонков Все это здесь поддерживается В общем-то Нормально работает Звук Как он издает Тоже неплохо В принципе Динамик здесь Ну Смартфоновский динамик Работает прилично Вот еще его Дополнительная прорезь Стандарт для Наушников Стандартный разъем Вот Разъем зарядки Смартфон тоненький Видите Какой плоский Удобно держать в руке Правда Легко и выронить Его выронить Я уже Кстати заказал Для него Чехол Противоударный Стекло Сейчас заказываю Теперь Вот давайте Теперь мы посмотрим Я тут Пару видео Выложил Как он снимает Днем В разрешении HD Как он снимает В качестве Видеорегистратора Это вообще Отдельная тема Телефон Который меня Удивил Вы знаете Что не каждый аппарат Умеет это делать То есть Снимать видео И на ходу Накладывать субтитры Чтобы там На экране были Дата Время И так далее Обычно Все смартфоны Вот такие Бюджетные Они захлебываются Они не могут Вот это Приложение Начинает Вылетать Вот представляете Вот он С этой функцией Справляется Так что Давайте Сейчас мы Это Просмотрим Так сказать Вот Просмотрим Ну вот Как вы видите В темное время Суток Камера Снимает Очень слабо Очень темно Явно Камере Этого смартфона Не хватает Чувствительности Вот Что есть То есть Вот К сожалению Это так Несмотря на то Что в приложении Включен Ночной режим Все равно Очень и очень Плохо видно Мне это не нравится Но зато Смотрите Смартфон Справляется С такой функцией Как наложение Субтитров Видите Внизу Вот эти Дата Время Это Обязательный Компонент Для программы Видеорегистратор Если смартфон На ходу Этого Не умеет Делать Либо Запись Из-за вот этого Начинает Лагать Хромать Падает ФПС То лучше Смартфон В этом качестве Не использовать Но Справляется С этим Только Очень хороший Производительный Аппарат Алкотель Например У меня был Тоже Четырехядерный Он с этим Не справлялся Вылетало Все это И Если даже Справлялось То ФПС Был просто Безобразный Вот Видите Что такое Самсунг С четырьмя Ядрами Процессора Вот Совсем Другое Дело Вот Такие Вот Дела Ну Что касается Чувствительности Камеры Я слышал Что даже Galaxy Note 2 В темноте Неважно Снимают Мне вот Рассказывали Не каждому Это Да Теперь Давайте Еще Посмотрим Вот Несколько Фотографий Я Сделал Вот Этим Смартфоном Фотки Посмотрим Сравните Может Вам Не понравится Может Кому То Наоборот Это Уже Как говорится Дело Вкуса Может Хотите Более Мощную Камеру Восьми Мегапиксель Минут 12 Но Единственное Я вам скажу Что за пикселями Тоже гоняться Особо Не надо В любой Камере Фотокамере Да И в видео Тоже Не пиксели Решают Все А Размер Матрицы Величина Объектива А эти Пиксели Это Знаете Это Не такой Важный Показатель Ну В общем То Скажу Что В принципе Мне смартфон Это Понравился Я Не хочу Его менять Ни на что Другое Нормальный Аппарат Все Если у вас Будет Возможность Например Там Вы хотите Бэушный Какой-то Покупать Бюджетный Аппарат Смело Берите Вот этот Самсунг Вы Не Пожалеете Вот и Все Всего Доброго Смело Смело Субтитры сделал DimaTorzok